Выездное совещание по реконструкции здания бывшего железнодорожного колледжа в микрорайоне 2-й Павлодар провёл глава региона. В феврале будущего года здесь намерены открыть арт-центр для развития детей и молодёжи. В течение пяти лет здание бывшего железнодорожного колледжа, отключённое от всех коммуникаций, пустовало и разрушалось. Жители микрорайона неоднократно жаловались на то, что в заброшенном колледже собираются жители без определённого места жительства, и опасались такого соседства. После рассмотрения данных обращений и предложений жителей 2-го Павлодара возникла идея открыть арт-центр для развития детей и молодёжи. На площади более чем 3,5 тысячи квадратных метров планируется создать пространство, где дети и молодёжь в возрасте от 6 до 18 лет смогут найти занятия по своим интересам. Здесь откроется спортивный зал, художественная мастерская, воркшоп, студия звукозаписи, телестудия и прочее. Сейчас для получения дополнительного образования детям и подросткам 2-го Павлодара приходится ездить в дворец школьников или дворовые клубы и центры в другие микрорайоны города. В первом этаже 23 кабинета. Сделаем буфет, актовый и хореографический залы, фотостудию, арт-студию, гончарную мастерскую, айт-кабинеты, каворкинг-центр. Всего этот арт-центр сможет принять до 2000 детей. 24 сотрудника будут работать. Также планируется благоустроить и прилегающую территорию, которая должна стать центром притяжения для жителей микрорайона и излюбленным местом для отдыха и досуга молодежи. По всей этой зоне искусственное покрытие, брусчатки, асфальт. Болу футболдык аланның көле мүгіндік? Кыркта... Кыркта-дюрма? Кыркта-дюрма. Кыркта-дюрма. В отыратын көремендерің орындары бар, ем? Ем. Орындары бар. Навесы ест. Нажақтандар навесы тар бар. Асаин Байханов отметил важность открытия такого центра для детей и молодежи Второго Павлодара в шаговой доступности и поручил ускорить темпы работ для того, чтобы уже в новом году центр смог принять своих первых учеников. Аким области подчеркнул, что работу необходимо провести оперативно, но не в ущерб их качеству. Приступить к реконструкции здания, где предусмотрены капитальный ремонт помещений, замена кровли и всей инженерной инфраструктуры планируют весной 2023 года. Срок завершения работ – февраль 2024.